Скажем так, чтобы вы понимали, вот буквально 100 метров от нас уже никто ничего не контролирует. Лучше очень плохой мир, чем хорошая война. Ну, ситуация в станице, будем говорить так, мы назовем ее больше как при фронтовой зоне, потому что, знаете как, тут играет больше всего это сам моральный фактор. Вчера или позавчера, значит, при обстреле вот это в окно, попало в окно пенсионные службы. Однако они службу часть прекратили, а часть все-таки продолжали свою работу и выполняли ту работу, которая делается. Посмотрите, вот такие женщины работают, такие снарядики или пули крупнокалибрно попадают. Естественно, что моральный фактор тут, ну, естественно, каждый должен бояться. Это только ненормальный человек не боится. Но они все-таки выполняют свою службу. Это касается не только этой службы, большинства служб. Все начали, работают, да, в тяжелых условиях, я не скрываю, но все-таки они определенную часть работы проводят. Мы взяли, создали, так сказать, инфраструктуру, совет создали. С трудом мы собрали форум депутатов, решили те вопросы, которые необходимы, особенно в тех финансовых, которые нуждалось население тут. Юрий Алексеевич готовит материалы для того, чтобы увеличить размер материальной помощи, который решает комиссия райдержадминистрации. Значит, кроме того, остальные службы мы подняли и, так сказать, возобновили свою работу. В основном мы начинались из того, чтобы социальные службы. Это тот же пенсионный фонд, служба СОБЭЗа. Кроме того, связь восстановили, восстановили работу, во всяком случае на сегодняшний день, хотя еще и слабо, милиции, прокурор назначенный. Кроме того, все службы, те, которые необходимы, экономическая, финансовая и все остальные управления, которые тут необходимо работать, они были восстановлены. Конечно, они в меньшинстве, потому что не все люди вернулись. Некоторые, так сказать, скрылись в неизвестном направлении, они были приняты, различные, так сказать, уволены. Некоторые пришли и написали заявление об уходе. В Станично-Луганском районе идет глубокая, так сказать, кадровая голодовка. Нет кадров. Боятся большинство слоев населения, все же таки, они имеют взгляды сепаратистские. В том, значит, что они вроде бы как бы хотят в составе Украины, но без Украины. И как бы смотрят все же таки на Луганскую народную республику, как бы оттуда какая-то, значит, помощь и так далее и тому подобное. Они идут даже с той стороны, приходят, пенсию получают тут, но все равно едут голосовать там. Как вам сказать, тут надо провести все работы для того, чтобы Станично-Луганский район, он все же таки остался, состоялся и все же таки жил и в дальнейшем, и в будущем. Район без судебной власти. Значит, де юре есть суд районный, а де факто его нету, потому что все вопросы, которые в судебном порядке, решаются Новопсковском районном суде. Следующий вопрос. Это миграционная служба. Местная миграционная служба приступать к работе категорически не хочет. А что это означает? Это означает, что приходят люди, не могут себе прописаться, не могут получить паспорта, не могут вклеивать, значит, фотографии и так далее. Мы полностью восстановили, вот как выйдет электричество, тут не было, сколько месяцев не было, где-то 4 или 3 месяца не было электричества совершенно. Все же таки провели работу. Проработали все фактически во всем районе, подключены все те необходимые котельные, которые отапливают там школы, детские сады. Осталось за исключением некоторых вопросов там, где на твердом топливе, то есть уголь. А что такое уголь? На сегодняшний день его нету. К сожалению и к стыду в Луганской области, где его добывали на Донбассе, у нас угля нет. На сегодняшний день тоже проработали через это, мы школами и так далее, там где на уголь, на твердом топливе все-таки выделяем деньги. Они, значит, купят либо дрова, либо есть еще пилеты, значит, и так далее. То есть надо выходить, чтобы мы перезимовали. Начинаем с утра с восстановлением ущерба за ночь, электричество и другие. Газовые, очень много пострадала газовая служба. До обеда мы занимаемся только восстановлением, где там очень быстро. Мы попытались один раз с электриками, значит, восстановить одну линию на Ольховские дачи, такое поселение есть, где очень долгое время там электричества нет. Сделали один проем, второй проем, на третьем проеме сзади начали, значит, уже опять бомбы взрываться, мины или что значит, и в пять повредили. Пока дошли до третьего проема, сзади уже два проема, опять, значит, конечно, пришлось быстро людей оттуда убрать. И электрики, естественно, они же сплоскогубцы, они без оружия, без автомата. У вас не создаётся впечатление, что это, ну, в каком-то смысле бесполезная работа. Каждый день вы восстанавливаете разрушенное, а на следующую же ночь разрушения появляются снова. Вы знаете, если посмотреть с точки зрения философии, наверное, хотя и не философ, то да, можно, да, бесполезно. А если посмотреть в лица людей, которые тут остаётся и живёт, то это очень полезная работа, потому что, невзирая ни на что, люди отсюда не уехали бы некоторыми некуда. Те, что уехали, то понятно. Значит, а тех, что остались, а их очень много, значит, то это очень полезная работа, и считаю, что не бесполезно мы трудимся. Эти люди почувствуют себя, что они брошены, что они никому не нужны, и этого делать никак нельзя. Тем более, у нас есть все условия для того сегодня, чтобы это всё закончилось, и мирно всё это восстанавливать, и нормально существовать, и работать. Вот мы живём, вот вы слышали, вот стреляют сейчас, так? Стреляют. Ночью ещё тут бомбят в нашу сторону. Некоторые люди уезжают к своим родственникам в Луганск, чтобы выспаться. Давайте тогда я рассуждаю таким образом. Если тут бомбят, мы не можем спать. А там можно спать, значит, наши там не бомбят. Выходит, что? Всё. Та сторона должна угомониться, значит, прийти к какому-то, значит, мирному существованию, прекратить всякую, значит, стрельбу и бомбёжку, пожать руки мирным способом, решить, каким образом. Политики должны там собраться, должны пойти на всё, есть программа президента, там всё ясно, есть Минские соглашения и так далее и тому подобное. Значит, всё есть для того, чтобы это прекратить. А недавно, буквально сколько, две или три недели назад, вот стоит наш блокпост, вроде мирный, стоят, значит, пограничники, осуществует пропускной режим, там, значит, в это время, с той стороны, как мне сказали, человек 40 или сколько, вооружённые, напали, вот переехали на нашу сторону, будем говорить. Хотя, я считаю, и та, и эта наша сторона, но всё-таки, да, де-факто, будем говорить сегодня, что это с их стороны, с оружием и так далее, начался, так сказать, бой ближний. На помощь приехали черниговские милиционеры, которые тут несли службу. Из них трое погибло, двое раненых. И вот вам тоже, и будем говорить так, кто ж тогда не хочет мира? Кто ж тогда не хочет мира? Может, что-то мне непонятно, но в данном случае я, ну, будем говорить так, апеллирую теми фактами, которые я сам вижу. Лучше очень плохой мир, чем хорошая война. И мы знаем прекрасно, что был определённый момент, когда происходило нагнетание обстановки, и всё это происходило на фоне того, что к нам из России периодически летели подарки от наших русских братьев, которых мы, по факту, возненавидели. То есть, вот один ненормальный человек сделал так, что русский народ и украинцы начали друг друга ненавидеть. Вот я просто не пойму, если я мирный житель, житель российского села, живу на границе с Украиной, рядом с моим селом разворачивается град и стреляет в сторону Украины, почему я молчу? У нас такие случаи действительно были. В Валуйск позвонили родственникам, говорят, в вашу сторону разворачивает град. Люди только успели спуститься в подвал, и в их дом попадает снаряд града. Только благодаря этому они спаслись, потому что родственные сяди... Но, понимаете как, но там народ тоже молчит, к сожалению. Если бы в России народ поднялся, наверное, оно бы намного быстрее успокоилось. Один человек смог стравить действительно, ну, по-настоящему два братских народа. А теперь мы действительно во многом ненавидим простых русских людей, ну как, обобщённых. Хотя, может быть, они ни в чём не виноваты там, как бы. Да, бедашку голова даже не... Ну, такая ситуация, к сожалению, пока так. А вот куда стреляют? По каким объектам целятся? Или совершенно хаотично... Ну, вы знаете, будем говорить так. В различное время, по-различному. Ну, поскольку я вижу, что блокпосты там всё-таки, они как бы обезопасили себя, но они очень что-то редко уже попадают. Они попадают больше по жилым домам, почему-то. Смотрите, в последнее время больше всего обстреливается счастье, причём не блокпосты вокруг счастья, а я был сам очевидцем и попал тоже под обстрел тяжёлый артиллерий. Жилой сектор, счастье именно. ТЭЦ там и так далее. Село Артёма, в самом селении одного военного, за последнее время три раза подверглась обстрелу. Село Нижнетёплое, значит, два раза подверглась обстрелу. Хотя нет военных совершений. Вообще ни одного военного человека. И направление ракет, направление ракет вот отсюда, вот эта вот граница идёт по Донцу, направление ракет вот отсюда идёт. То есть вот на этом выступе, на возвышении, здесь господствующая высота, выезжает град и отстреливается. Просто по жилому сектору. Значит, вот есть наше село Югановка, с этой стороны село Маноцков, российское. Значит, в район Верхний Ольховой за последние три дня отстрелялись трижды градами. Сугубо по жилому сектору. Самое страшное, самое страшное, что на той стороне оказалось слишком много людей посторонних, которые к нашей земле не имеют вообще никакого отношения. Вот когда украинская армия пошла наступать на станицу Луганскую, здесь было порядка 600 человек, так называемого ополчения. Но из них только порядка 50 человек это были местные жители. А все остальные пришли. Кубанские казаки, Донские казаки с той стороны пришли. Чеченцы, группа осетинов была. Из Антрацита, из Горловки, там ещё откуда-то. А бы откуда, но не местные. Когда человек не отсюда, не из этого населённого пункта, ему всё равно, если по-честному. В настоящий момент уже неделю Кондрашовку, что называется, как в народе говорят, закатывают в асфальт. Каждую ночь миномётные обстрелы продолжаются и продолжаются. И каждый день порядка 10 домов в новых повреждённых, из которых как минимум каждую ночь два дома, которые не подлежат восстановлению. И среди людей началась вторая волна выезда. То есть люди до этого возвращались, уже вроде бы всё успокоилось. Как бы, да. Все понадеялись на минские соглашения, на перемирие. Вот сейчас люди опять начинают, к сожалению, выезжать. Там есть блокпост. Но дело в том, что в основном-то мины попадают по жилым домам, не по блокпосту, почему-то, как ни странно. Вы не думаете, что это может делаться целенаправленно? Вот в этом это и вопрос. Когда мы восстановили линию, допустим, от Краснодорна, та линия, что идёт, значит, у них подстанция. Так было такое, значит, тут только восстановили свет, все обрадовались, дали нам полчаса, взяли рубильник и отключили. Хватит радоваться. Потом в субботу, в воскресенье отдают электричество. В понедельник, в рабочий день наступает, в 10 часов хлоп отключили. И отключают. То есть тоже возникают вопросы. Ну, увеличилось количество людей, которые всё-таки, ну, будем говорить, про украинского направления. Я сужу это по приёму граждан, которые ко мне приходят. Многие приходят просто там то ли благодарить, то ли сказать, что мы за Украину и мы за то, чтобы был мир. И будем говорить так, для того, чтобы строить уже мирное существование и так далее. Подавляющее большинство людей, как минимум, жалеют о том, что мы, ну, как я, как о регионе говорю, вляпались во всю эту историю. Сейчас люди, как минимум, первое, на 90% жалеют о том, что всю эту кашу заварили. Люди жалеют о том, что пошли на референдум. В подавляющем большинстве, потому что они увидели, к чему это привело. Все были уверены, по крайней мере, вот в нашем районе, что после 11 мая, то есть 18-го, тут будет обязательно референдум обхождения в Россию. Понимаете, вот все настолько были уверены. Вот те люди, которые заваривают кашу, они, как правило, заварят и в нужный момент со сцены ушли. Я говорю, и Болотова не будет, и нашим казачкам я рассказывал, и Рубана не будет скоро, вашего областного атамана. А почему, говорю, потому что еще в прошлом году он посетил славную Российскую Федерацию, где получил вид на жительство, где получил гражданство. Казачки купили ему дом, он получил российский паспорт. Вот он в любой момент, трехметровой ширины реку Дырку, перепрыгивает он у себя дома, в России. Что вы будете делать, люди добрые? Кому вы нужны, Путину или кому? Он вас что, трудоустраивать будет. И многие наши знакомые сейчас оказались на самом деле у разбитого корыта. Вы помните, было первое паломничество в Крым. Вот из станицы тоже многие в Крым. И все возрадовались так. Мы тут будем в Крыму, кто оказался в Сургуте, кто оказался на Дальнем Востоке, кого отправили в Башкирию, кого еще куда-то. Таким образом наших земляков раскидала судьба. То есть вы знаете о станичанах, которых судьба занесла в эти места? Ну, о многих знаем, конечно. Интернет великое дело, и слухами земля полнится. Многие сейчас и в Луганске находятся. Что вы прогнозируете, как эта ситуация будет развиваться дальше? Чего вы ждете в ближайшие месяцы, и чего вы ждете в более отдаленной перспективе? Очень хотелось бы, чтобы с противоположной стороны на сегодняшний день нашли здравомыслящие люди, которые хотя бы перестали утюжить мирные наши поселки, мирных людей, из артиллерии, из градов, из минометов, чтобы мирные люди не страдали. Это первое. Во-вторых, очень бы хотелось надеяться, вот я честно, я вот сейчас уже не хочу, чтобы кто-то завоевывал, отвоевал. Вот хотят люди пожить в ЛНР. Вот мое желание, пусть поживут. Пусть год-два поживут. И поживут, и посравнивают, как здесь в Украине живется, и как живется в ЛНР. И тогда, вот я считаю, все встанет на свои места. Тогда люди поймут, тогда они придут к какому-то общему мнению. И тогда, я думаю, поток пенсионеров тех же и других категорий людей сюда будет намного больше. В Украину имеется в виду. Продолжение следует...